Севастополь Дворцы, крепости, усадьбы – гордость и украшения Севастополя. Многие неоднократно реставрировали после Крымской, а затем Великой Отечественной войны. Неспроста в архитектуре центральной части города чувствуется почерк разных авторов. К этому великолепию приложили руку десятки советских мастеров. Арки, колонны, резные барельефы и лепнина – все это украшает фасады многих севастопольских зданий. Интересно, что рядом с ними находятся здания уже современной постройки, при том старая и новая здесь не контрастирует, а сочетается, дополняет друг друга. Бытует мнение, что на красоту и уникальность городов обращают внимание только приезжие. Это местным жителям приелось, привыкли. Севастополь – исключение из правил. За моей спиной маяк и бастион, по левую сторону – стела, а сюда. Посмотрите на это сооружение. Глядя на этот памятник, сразу просыпается чувство патриотизма. Знаете ли, захотелось сразу пойти на контракт в армию. Пойдем отсюда скорее. Скульптурная композиция матроса и солдата на мысе Хрустальный. Побывать здесь необходимо хотя бы для того, чтобы испытать головокружение от размеров монумента. 41 метр в высоту. В Севастополе две тысячи монументов. Один из самых популярных расположенный на центральной площади памятник Павлу Нахимову. Бронзовой 14-метровой копией выдающегося флотоводца. 122 года. Севастополь не просто окутан, он пронизан историей. Узнать обо всем, что происходило здесь в течение двух с половиной веков, можно на широких улицах, в многочисленных учреждениях культуры на берегу Черного моря. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня.